Привет, ребят! Желтомордая осень раскрасила все вокруг в красно-желтые тона, и на этом красивом фоне я хочу показать вам такой же по-осеннему красный смартфон, который мог бы стать настоящей компактной бомбой в бюджетном сегменте. Но он ей не станет, и для некоторых так и останется несбывшейся мечтой. Вообще задумка офигенная, исполнение в плане дизайна и эргономики тоже на высоте, но эта бомбочка ничего не взорвет. По крайней мере у нас уж точно, потому что рассчитано исключительно на Китай. Это не для тебя сделано. Хотя есть информация о том, что в данный момент аппарат проходит сертификацию Гугла, и быть может, может быть, все-таки появится глобальная прошивка. Но опять же, к нам официально он вряд ли придет. Так вот, в Китае этот малыш наделал немало шума, его разбирают, как горячие пирожки на вокзале. Дровишек в огонь подбрасывает тот факт, что за смартфоном стоит всем нам знакомая компания Xiaomi. Называется аппарат Цинь-2. Что-что? Цинь-2, да-да, как бы вам не хотелось прочитать его имя как Куин, правильно, именно Цинь. Цинь-2. Назвали его так в честь известной китайской династии и одноименной империи, но раз это Цинь-2, то должен же быть и первый Цинь. Логично? Да, он был, и многие о нем знают. Это кнопочные модели Цинь-1 и 1С. В общем, ребят, это самая настоящая дичь. Дичь от Xiaomi, которую большинство из вас никогда не купит и даже не увидит вживую. Хотя на форуме FUPDA уже образовалась комьюнити. Энтузиасты его покупают в первую очередь из-за уникального форм-фактора. Именно он является здесь главной фишкой и фактором, привлекающим внимание. Ну и я, как человек, испытывающий особое чувство к небольшим смартфонам, не смог пройти мимо, да и вам, думаю, будет интересно посмотреть на такой компактный смарт. Ладно, приступим. Начинаем с распаковки, и когда он ко мне приехал, я начал перебирать в памяти, что я там заказывал из мелочевки, наушники или может еще какую-то мелочь. Настолько маленькой и легкой была посылка. Цинь-2 выпускается в разных цветах, начиная с черного и красного, заканчивая розовым и голубым. Смотрим, что в комплекте. Здесь у нас набор небольшой. Есть ключик для открытия лотка, само собой имеется кабель, такой же красно-черный, как и сам смартфон. А также в коробке обнаружился защитный чехол, причем, к моему удивлению, это непривычная калоша из силикона, а пластиковый чехол, накладка, матовый и вполне приличный на вид. Ну и, конечно же, немного глянцевой бумаги, зарядник в комплект не входит. Подразумевается, что он у вас уже есть в хозяйстве. Естественно, после того, как я его распаковал, снял с него трусы, снял транспортировочные пленки, я сразу его включил. Когда имеешь дело с такими необычными аппаратами, процесс первого включения особо интригующий. Никогда не знаешь, что там за интерфейс, как все это выглядит, но вот и на этот раз все пошло не по плану. Смартфон встретил меня иероглифами, в которых я, естественно, не бум-бум, но опыт не пропьешь, интуиция плюс метод тыка и вуаля, вот она менюшка, отвечающая за переключение языков, которых тут всего два, китайский и английский. Само собой, я выбрал более привычный инглиш. Как здесь все устроено, обязательно расскажу и покажу, а пока отмечу, что на экран была наклеена защитная пленка, но она без олеофобного слоя, и в надежде на то, что на самом стекле есть олеофобка, я ее решил удалить. И мои надежды с лихвой оправдались, скользить пальцем по стеклу оказалось гораздо приятнее, чем по пленке. Вообще, внутри Китая его продают примерно за 70 долларов, для своих, но, конечно, китайские продавцы хотят заработать, плюс доставка входит в цену, и в итоге на Алиэкспресс за смартфон просят примерно 85-90 баксов, или 5,5 тысяч рублей. У кого есть интерес, ссылки под видео, и там же вы найдете всю информацию о большой распродаже 11.11 на Алиэкспресс. Купоны, промокоды, подборка гаджетов с лучшими ценами, в общем, смотрите описание, а также в группе ВКонтакте буду стараться оповещать вас о самых выгодных предложениях на Алиэкспресс. Ноябрь будет жарким. Эти прямоугольные формы, этот матовый пластик, этот корпус во многом мне напомнили Xiaomi Mi 4C. Помните этого малыша из 15-го года? Вот-вот что-то подобное. Но SIM 2 ощущается еще более компактно за счет вытянутого и более узкого корпуса. Это первый смартфон в моих руках с экраном подобного формата. Тут производитель переплюнул даже компанию Sony, которая любит ставить подобные длинные экраны. Но если Sony, как правило, использует соотношение сторон 21 к 9, то здесь мы получаем сумасшедшие 22,5 к 9. Я не знаю, как ощущаются в руке большие длинные смартфоны, но этот малыш вызывает только позитивные эмоции. Да, конечно, у такого соотношения сторон экрана есть и минусы, связанные с отображением контента, но мы пока говорим об эргономике, которую здесь хочется нахваливать и... да я просто от него кайфанул. Можно кончать. Легкий, всего 105 грамм, узкий, его легко можно обхватить ладонью, он практически не ощущается в кармане. Посмотрите на него рядом с современными лаптями. Мечта. Мечта любителя компактов. SIM-латок у нас тут очень скромный, на одну сим-карту и все, больше ничего, поддержки карт памяти нет. Хотя в настройках есть упоминания о второй симке, возможно, это программный задел под другие модификации. Насколько я знаю, запланирована типа Pro-версия с более серьезным железом и, быть может, там реализуют две сим-карты, но, как вы понимаете, это не точно. А еще говорят, что здесь есть поддержка eSIM, но это тоже непроверенная информация, да и в наших реалиях пока данный функционал мало востребован, тут уже вопросы к нашим операторам. Кнопочка питания необычная, маленькая, черная, и она практически совмещена со второй кнопкой, которая отвечает за разблокировку и вызов какого-то непонятного китайского приложения. Снизу порт USB-C и две перфорации для динамика и для микрофона, а также парочка контактов, для чего они, не знаю, возможно, есть в планах док-станция для него. Сверху имеется инфракрасный порт, приложение для использования смартфона в качестве универсального пульта уже на борту, и этот смартфончик просто обязан был получить такую функцию. Потому что он сам по себе имеет форму пульта, а с инфракрасным портом он не только на него похож, но таковым и является по факту. На лицевой панели над экраном имеется светодиод индикации, а по центру слуховой динамик. А где же фронтальная камера, спросите вы? Да нет ее здесь, от слова совсем, как в старые добрые времена, никаких селфи. Пятидюймовая IPS-матрица 1440 на 576 точек. Нормально, при такой диагонали пикселизация не напрягает абсолютно. Запас яркости средний, для улицы хватает. Мультитач не разочаровал, 10 касаний, все хорошо, приятный адекватный дисплей. Управлять смартфоном можно свайпами, все свайпы от нижнего края вполне удобно, но если не зашло такое управление, можно активировать на экранные кнопки. Ну и тут уже все стандартно, плюс можно менять расположение кнопок на экране. Че там по железкам? Ну нужно понимать, что это дешман, поэтому сюда воткнули простейший процессор 4-х ядерный спредтрам SC9832E. Да это ж лютая хуйня. Согласен, ребят, процессор низшего звена, но главное предназначение этого смартфона звонить и выполнять некоторые смартфункции время от времени, и не больше, это важно осознавать. Также добавили накопитель на 32 гигабайта и всего 1 гигабайт оперативы. БЛЯТЬ Да, 1 гигабайт оперативы, но спокойно, спокойно, не надо возмущаться, смартфон в обычной работе далеко не тормоз, а все благодаря тому, что здесь использована облегченная версия Android, Android Go 9.0. Он не лагает, жестко не тупит, иногда немного перезадумывается, конечно, но вообще не страшно, дискомфорта нет. Понятно, что если пригрузить его какой-то серьезной игрой, он начнет скулить и плакать. Но какие тут игры, я вас умоляю, для этого дела есть большие смартфоны, но в казуалочки позалипать можно. Кстати, большинство приложений нормально растягиваются на этом экране, но не все, есть такие, которые обрезаются, потому что элементарно не адаптированы под такой дисплей. Широкоформатные фильмы вообще смотрятся офигенно, но естественно, если запустить стандартный видос 16 к 9, то будут либо широкие черные полосы по краям, либо при растяжении видео вы обрежете значительную часть кадра, от этого не уйти. Камера, конечно, конечно же, очень простая, всего на 5 мегапикселей вспышка фонарик есть. Ну что ей можно сфоткать? Какие-то текущие моменты, типа объявления на столбе, зафиксировать какую-то визуальную информацию, это да. Автофокус в режиме фото есть, но очень медленный и тупящий. В общем, требовать от этой камеры настоящего, качества смысла нет. Видосы можно снимать в Full HD, но опять же, все очень простенько и очень скромно. Вот как-то так снимает видео наш маленький смартфончик, рядом трасса, это шумы от машин, проверим автофокус. Автофокус есть, но работает он очень лениво. Рабочий стол. Он выглядит необычно, на главном экране вертикальный список из нескольких приложений, а слева выдвигается панелька с папками, в которых сгруппированы остальные программы. И тапом на любую папку вы можете вывести ее содержимое на рабочий стол. Поддержки виджетов нет, все очень минималистично. Шторка с панелькой уведомлений выглядит вот так, тут ничего особенного, но если такой вариант вам кажется неудобным, можно установить сторонний лаунчер с более привычным интерфейсом с поддержкой виджетов, я попробовал Mint Launcher. Он выглядит таким образом, все отлично работает, главное не забыть в настройках установить выбранный вами лаунчер, лаунчером по умолчанию, иначе он просто будет постоянно сбрасываться на стоковый интерфейс. А теперь два главных, на мой взгляд, программных нюанса. Они же являются недостатками. Во-первых, тут нет гугл сервисов, да и аккаунт добавить нельзя, соответственно нет полноценной синхронизации контактов и нет маркета. Но контакты можно и другими методами перенести, а программы придется ставить через какой-то альтернативный маркет, или же устанавливать приложение через АПК, запуская файлы через файловый менеджер. Да и тот же YouTube требует наличия гуглов, поэтому чтобы смотреть видосики, нужно ставить мод, который вы легко найдете на всем известном форуме в ОПДА. Либо можно смотреть YouTube через браузер, но это уже совсем неудобно. И второе, здесь реализовано системное ограничение на количество приложений, которые вы можете установить. Династия Цинь позволяет вам поставить лишь 6 приложений, и не более. Сколько годов живу, не встречал такого. Вот так, я такой суровый блок вижу впервые. В принципе, если использовать его как звонилку, то хватает, но мы-то с вами знаем, что аппетит, как всегда, растет во время еды. И если кто-то активно пользуется разными мессенджерами, соцсетями и так далее, то тут не разгуляешься. Благо, хоть клавиатура Gboard с русским языком устанавливается вне лимита. Понятно, что наши люди обойдут любое программное ограничение, и на самом деле через ADB это можно сделать, но это уже путь опытных пользователей. Некоторые источники говорят о том, что ограничения на количество программ действуют только для студенческой версии. Это не так. Все смартфоны Цинь 2 с данной прошивкой имеют такой лимит из коробки. Кстати, поддержка от производителя прослеживается, одно обновление уже было. Но, как я уже сказал, есть шанс, что эта модель все-таки пройдет сертификацию гугла, выйдет на чистом Android Go, и тогда там не будет никаких запретов и появятся гугл-сервисы. Да и не исключаю, что совсем скоро энтузиасты найдут способ накатить сюда гугл вручную, а может быть даже кастомную русскоязычную прошивочку кто-то запилит, ведь, как я уже сказал, комьюнити на ФПДА постепенно разрастается. Что еще примечательного? Нет аудиоджека, но слушать музыку по проводам все-таки можно. Я попробовал подключить переходник с USB-C на 3.5 мм, и все у меня получилось. Приятно был удивлен тем, что такой дешман получил стереодинамики. Да-да, звук тут идет не только с нижнего торца, но и верхний динамик тоже ему подыгрывает. И вообще звучит он приятно. Я за такие деньги ожидал вообще какой-то трэш. Модуль навигации имеется, все работает. Перед вами сейчас первый старт навигации. Конечно, это далеко не лучший вариант смартфона для таких задач, но лишним подобный функционал не будет уж точно. Радио нет, Bluetooth 4.2. Раздавать интернет в качестве Wi-Fi точки доступа можно. OTG работает. В описании смартфона у магазинов не указана поддержка важного для нас седьмого бенда LTE, но в инженерном меню меня ждал приятный сюрприз. Смартфон показал, что умеет работать и с третьим, и с седьмым бендами, которые в России самые распространенные. Нет только двадцатого. С телефонией все хорошо, слышно нормально, а родная звонилка умеет записывать разговоры с линией. Батарейка, как и сам телефончик, небольшая, 2100 мА, но не забываем, что тут нет вечно голодных и прожорливых Google сервисов. В итоге, если его использовать просто как умный телефон, он работает весьма долго, 2-3 дня протянет легко. Но вот если его напрячь, то начинает уже сказываться старый техпроцесс чипсета, а он тут 28 нанометров. И, например, при просмотре трехчасового видео на YouTube, смартфончик потерял 42% заряда, то есть 14% в час. Полностью заряжается почти 3 часа, быструю зарядку не поддерживает. У меня есть в голове такая чудная картинка. Представьте смартфон в таком же форм-факторе, но программно адаптированный для использования за пределами Китая, без ограничений, пусть даже на том же Android Go, и даже с такими же объемами памяти, ну разве что процессор можно обновить. Серьезная мощь тут не нужна, просто освежить чипсет хотя бы до уровня Snapdragon 439, например. Добавить немного миллиампер в батарею, дотянуть хотя бы до 2500, а если еще и воткнуть NFC, тогда у нас он стал бы настоящим мини-хитом. При таких размерах он просто создан для того, чтобы быть электронным кошельком в кармане. Да, я не питаю каких-то иллюзий и прекрасно осознаю, что людям, которые активно пользуются смартфоном, потребляют контент в разных формах, этот малыш даже в том виде, который я расписал, вряд ли смог бы заменить основной смартфон. Нет, это другая история. Но как маленький смарт-звонилка-платилка, он смотрелся бы шикарно. Чисто теоретически, конечно, мы ведь с вами прекрасно понимаем, что реселлеры поставили бы на такой аппарат гораздо более высокую цену, но все равно, я уверен, его бы покупали. Ладно, хватит мечтать, в текущем виде это девайс исключительно для энтузиастов, приверженцев минимализма. В нынешних реалиях, конечно, проще взять небольшой Redmi 7A. Ну а это будет обычный безликий ультрабюджетник, который по ощущениям и по харизме и рядом не стоял с этим малышом. Совсем не то пальто. Как вам аппарат, и как вы вообще видите перспективы подобного форм-фактора, пишите в комментариях. Надеюсь, было интересно. Подписка плюс колокольчик, лучший вариант ничего не пропустить. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»